всем привет привет всем отличной недели сегодня сегодня мы с вами сделаем расклад на тему что хранит ваша память пока вы выбираете позиции тайм-коды есть в описании также ссылка на мои услуги по которой вы сможете найти контакты telegram канала понять с чем можно с какими темами запросами можно приходить на личные консультации и как можно приобрести мои курсы вот а мы давайте с вами приступим сразу итак позиция номер один номер один суда голубенький камешек единички смотрим что хранит ваша память двойка педакли и двойка педакли я бы сказала в большей степени какое-то противоречие и неуверенность в себе хранит бесконечный какой-то выбор то что для вас является ценным то что для вас является важным актуальным я бы сказала ваше становление себя по девятки пендакли но прежде чем прийти к этой девятки пендакли вы как-то все время что-то старались весить чем-то старались определиться что-то хотели понять для себя и здесь получается так что большинство воспоминания они имеют какое-то отношение к непосредственно к выбору правильно или верно был сделан этот выбор и вы понимаете правильно ли это или нет исходя из того кем вы являетесь на сегодняшний день если вас что-то удовлетворяет той или иной сфере туда тогда вы говорите что я вот правильно поступил но я склоняюсь больше к тому что здесь как будто бы идет некое такое обесценивание некоторой степени себя неудовлетворение собой возможно какие-то претензии по поводу того что недостаточно было сделано недостаточно как-то себя не знаю показали проявили что-то такое то есть вот здесь есть неудовлетворение от того что потенциал есть но каким-то образом не раскрыт и поэтому воспоминания имеет отношение вот больше к выбору то есть когда вы что-то вспоминаете это ассоциативно приводит к таким моментам когда надо было что-то выбрать то есть вы говорите сами себе что блин надо было ну не знаю по-другому поступить возможно что-то не сделали даже это тоже является следствием какого-то выбора что еще хранит ваша память эмоциональные какие-то воспоминания конечно же приятные возможно где-то в какой-то степени тревожность беспокойство но вот по этим трем карты могу сказать все что все что вы вспоминаете это является за основу берет беретесь вы то есть в большинстве своем вы себя вспоминаете не какие-то там я не знаю места людей ситуации нет вы главная действующая фигура то есть когда идут какие-то воспоминания вы обязательно присутствуете в этом как главное как главное лицо да как главный персонаж что еще хранит ваша память очень много моментов связанных с какими-то ожиданиями и опять таки разочарованиями в своих бездействиях что возможно вы не получили желаемого результата что возможно что-то не сделали из того что хотели бы да то есть вот здесь какое-то такое почему-то разочарование идет хранит память какие-то приятные теплые воспоминания возможно детство возможно какие-то моменты удачи опять же таки это может касаться и детства и более зрелой какой-то жизни там не не знаю может быть выиграли в лотерею в какой-нибудь да то есть прибыль какая-то может быть кто-то когда-то посещал казино то есть либо какие-то счастливые игры возможно это в детстве какие-то детские игры которые вы играли либо со своими сверстниками либо я не знаю может быть настольные какие-то игры играли когда собирались но союзное время к примеру да если привести как некий такой пример очень распространенная игра была лото да вот многие играли в нее во дворах либо на каких-то вечеринках семейных тоже да то есть тоже своего рода настольные игры детство очень ярко вспоминается детство в принципе у многих людей вспоминается ярко детство потому что ребенок только начинает впитывать да какие-то впечатления и вот и память тогда свежая и она вот прям укореняется это позднее уже какие-то воспоминания там где казалось бы нету места в кавычках нету места для того чтобы вместить какие-то новые воспоминания вот они быстро утрачиваю да то есть но не имеет как будто бы место забываются вот что еще хранит ваша память умеренность возможно какой-то размеренный образ жизни возможно какие-то кризисные моменты когда вы находили в себе силы чтобы исцелиться то есть это какие-то ситуации где было очень много боли либо прямом смысле была какая-то физическая болезнь и нужно было исцелиться возможно вспоминаете какие-то моменты опять-таки здесь у нас пересекается с королевой кубков слишком эмоциональные когда не знаем сильно переживали за что-то волновались тревожились беспокоились либо это какие-то моменты из личной жизни такие достаточно драматичные возможно это какие-то моменты от ухода человека из вашей жизни как физически так просто расставание это что вызывало у вас сильные какие-то яркие эмоции и воспоминание о том сколько времени вам понадобилось для того чтобы восстановиться после вот такой болезненной ситуации достаточно что еще хранит ваша память аркан влюбленную ведь опять же таки отсылка идет к выбору с одной стороны до когда вы здесь вот красной нитью проходит то что вы бесконечно выбираете какой-то путь для себя то есть здесь не столь ощущается выбор там я не знаю из партнера до кого выбрать этого или этого дали бы какую работу выбрать эту или эту нет здесь скорее всего ощущается вот это вот какие-то реперные точки до когда ваша жизнь менялась вам нужно было определиться когда вы часто находились на каком-то перекрестке в своей жизни и вам важно определиться куда я пойду возможно воспоминания того как вы сменяли какие-то профессии до либо работы в своей жизни либо как переезжали то есть какие-то ключевые моменты в своей жизни где нужно было определиться не столь выбрать сколько определиться с другой стороны безусловно вашим воспоминания королева кубков аркан умеренности, аркан влюбленных, да, говорят о любви, о любви, о красоте, о балансе. Конечно же, здесь идет воспоминание, то есть такое ощущение, что акцент вот в первой позиции идет больше на личную жизнь. То есть, с одной стороны, это проявление себя в социуме, какие-то социальные моменты, а с другой стороны, в малой степени задействована здесь сфера здоровья, и в большей степени какая-то личная жизнь, да, какие-то воспоминания очень яркие, каких-то встреч с людьми, да, и одновременно расставания, то, что вы проживали, ну и в меньшей степени, конечно же, детство. Ну и последний аркан, что хранит ваша память, короля кубков. Ну, здесь была королева кубков и король кубков, да, конечно же, пара, то есть вот то, что я и сказала, личная жизнь, все чаще я вижу, что по первой позиции у нас начинают появляться чувства, да, то есть люди уходят от логики и больше прогрессируют в сторону эмоционального какого-то состояния, поэтому здесь что вспоминают? Возможно, вспоминают какого-то конкретного человека, да, возможно, любовь, которая была в вашем понимании, да, потому что у каждого понятие любовь наполнено какой-то своей сутью, да, то здесь какой-то человек играет важную, важную, значимую роль. Ну и если это не брать как личность, да, то король кубков говорит у нас действительно о прошлом, да, очень много каких-то эмоциональных, именно эмоциональных воспоминаний прошлого. Я не могу сказать, что это какие-то конкретные ситуации, чтобы их описать. Здесь, скорее всего, такая легкая ностальгия идет, да. Слово ностальгия происходит от греческого слова nostus, то есть это желание, опять же-таки желание не совсем правильное слово, да, возвращение на родину, то есть вот такое желание, ностальгия, возврат в разат, в родные, так скажем, пернаты, как обычно принято говорить, то есть возвращение на родину, причем возвращение на родину именно по морю. Вот, ну если мы возьмем более такое философское понимание, да, то это возвращение домой. Возвращение домой с философской точки зрения – это возвращение к своим истокам. А поскольку идет у нас отсылка к морю, море – это наши эмоции, это наше состояние души, да, то есть желание души вернуться к своим истокам. Это если с философской точки зрения объяснить слово «ностальгия». Ну вот такая у меня вышла первая позиция. Не хочу, не хотела делать большой такой расклад, но здесь очень много великих арканов выпало по этой позиции. Пишите свои комментарии, не забывайте ставить лайки. Позиция номер два – красненький камешек. Двоечки, что ваша память хранит? Любовь. Любовь, партность. Может быть, какую-то дружбу, да, причем на протяжении достаточно большого периода времени. Может быть, это ваши какие-то инвестиции в саму себя, либо в самого себя. Либо все, что связано именно с очень глубоким чувством привязанности. Вот я сказала «глубокое чувство привязанности», вот привязанность у нас через дьявола и приходит. То есть, возможно, где-то какие-то зависимости, да, причем зависимости от человека. И здесь вот прям время указывается, такой достаточный, продолжительный период времени. Возможно, это какие-то привычки, которые, ну вот, сложно вам было отказаться от них. Может быть, вы вспоминаете, когда-либо, из-за кого они впервые появились в вашей жизни. Но здесь очень такие яркие привязанности к людям идут. Конкретным людям. Аркан мира. Что еще есть в ваших воспоминаниях, да, что хранит ваше память? Для кого-то это может быть переезд, для кого-то это может быть встреча с очень важным человеком, который находится на достаточно большом расстоянии. Для кого-то это может быть вспоминание о изучении иностранного языка, для кого-то это может быть период юности, да, после пубертата. Опять-таки, первые чувства, да, желание как-то договориться, объясниться, найти общий язык какие-то, прийти к какому-то дипломатическому, так скажем, переговорам. Что еще? Какое-то завершение здесь тоже вспоминается. Может быть, это было, там, не знаю, как вариант, да, болезненное какое-то расставание. И вот это вот расставание, опять же-таки, по причине расстояния, либо по причине разных каких-то культур. И это то, что принесло боль, это то, что принесло какая-то душевную, душевную какой-то боли. Ну и в том числе проблемы, слезы, связанные для кого-то, может быть, с деньгами, для кого-то это может быть связано с семьей. У меня такое ощущение, что вот очень ярко здесь у кого-то прослеживается расстояние с семьей. Возможно, например, вы вышли замуж и вынуждены были уйти из родительского гнезда, но уйти как-то, я не знаю, может быть, в другой город. Какое-то большое такое расставание. Либо вы были, ну, условно говоря, домашним ребенком, никогда не было никаких отношений, а тут сразу вышли замуж. Ну, потому что, допустим, по традициям, да, семья так решила. И вы как-то из насиженного такого уютного места заботы, любви вдруг неожиданно оказались в другой, в какой-то чужой семье, в чужой культуре. И это вам далось, ну, очень болезненно. Возможно, кто-то рано здесь вышел замуж. Такое тоже может быть. Это тоже явилось вот какой-то трагедией. То есть здесь, здесь два очень ярких момента прослеживаются. Это вот по дьяволу, да, какая-то привязка. И с другой стороны какая-то боль. Боль, боль. Что это за привязка? Ну, к семье, видите, к семье, к эмоциям, к счастью. То есть здесь для человека эмоциональное состояние, оно важно. То есть если по первой позиции, да, там немножко другой формат личной жизни, да, идет, более такой осознанный, то здесь, скорее всего, эмоции. То есть не чувства, а вот именно эмоции, они важны. То есть вы легко подаетесь на эмоции. Могу предположить, что если вам это откликается, то вы тот человек, которому очень легко продать что-либо. Да, почему? Потому что все продажи, они основаны так или иначе на манипуляциях. И на эмоциональном состоянии человека. А поскольку вы, как этот, подвластны, да, некое такое вот влияние, давление на вас, то и эмоциональности, то вот вами легко манипулировать, вами легко управлять, потому что люди видят ваши уязвимые места какие-то. Что хранит еще ваша память? Возможно, какие-то планы, которые не реализовались, либо наоборот реализовались. А для кого-то здесь есть какие-то воспоминания, связанные с тем, когда вы были каким-то неуверенным человеком, да, очень осторожным, осмотрительным, недоверчивым, робким, вот какой-то такой период. Что еще хранит ваша память? Кризисы, кризисы, сложные какие-то ситуации, ситуации неудач. И очень много страхов, да, может быть, даже чувство вины, какие-то воспоминания, тревожности. Но здесь вот я скажу так, что вот эти вот последние два аркана, они больше имеют какое-то отношение к прошлому, потому что здесь энергия как-то вот изменилась, и вы стали, не знаю, более уверенным, что ли, в себе человеком, более спокойным. То есть вот здесь как будто бы человек повзрослел, да, то есть жизнь вынудила, либо какие-то обстоятельства вынудили человека измениться, изменить свой характер. И поэтому вот это в памяти опять какая-то робкость, какая-то неуверенность. Возможно, кто-то вспоминает, как устраивался на работу, как проходило собеседование. Это было как-то так, знаете, трагично-комично одновременно. Вот. Но как-то так, да. Вот такая была у нас вторая позиция. Двоечки жду ваших тоже комментариев, лайков. Не забываем. И мы переходим к позиции номер три, зелененькому камешку, и смотрим троечки вас, что хранит ваша память. Луна, бесконечное какое-то блуждание по чертогам вашего разума, какое-то желание, знаете, в чем-то разобраться, найти какие-то ответы. Ответы, причем на достаточно сложные какие-то вопросы. И вроде бы изначально вам казалось, что да, вы сможете это решить. Потом, чем больше что-то исследовали, тем больше погружались вот именно вот в эту тьму и некую такую запутанность и хаос, и забывали в этом процессе вообще куда вы идете, что вы хотели, зачем вы вообще обвязались в какую-то такую ситуацию, и хотите что-то здесь найти, разобраться. Здесь человек вспоминает какие-то лунные моменты, лунные переживания, когда было много неясности, когда много было недоговоренности, недопонимания. Скорее всего, вспоминаете себя в каких-то ситуациях, где вы не получили желаемого, и может быть, знаете, что-то такое мистическое еще тоже остается. Вот как будто бы вспоминаете те моменты, когда у вас осталась какая-то загадка. Ну, например, когда человек вдруг общаетесь с ним, все нормально, а потом он вдруг исчезает, да, и вы не понимаете, а что произошло-то, вроде бы хорошо общались, и неважно это, мужчина, женщина, там, дружба, знакомство, неважно, какое-то приятельство, либо коллеги по работе. Вот вроде бы общались, все хорошо, а потом, оп, и человек как-то исчез из вашего поля зрения. Вы неудоумение, что произошло, вроде бы не ругались, вроде бы я тоже ничего не говорила, не было никакого предательства, подвоха, что произошло. Ну, то есть какие-то загадочные моменты здесь присутствуют. Также по семерке жезлов вспоминаете, хранятся в вашей памяти те моменты, когда вам нужно было отстаивать, либо отстаивать себя, свою позицию, свой какой-то выбор. Если это в контексте личной жизни, да, то, возможно, там, родители были не согласны, либо как-то близкие, родственники, окружение были не согласны с вашим выбором, и вам нужно было его отстаивать. Если это касается профессиональной сферы, да, то вам нужно было отстаивать выбор вашей профессии, либо какой-то проект, что да, он сработает. Здесь вот какое-то такое, знаете, бесконечное отстаивание своего собственного выбора, но в большей степени вы как будто бы сами себе доказываете, что ваш выбор, он правильный, он верный, через то, что вы убеждаете других людей, что я поступил абсолютно верно, но по сути здесь вот какая-то ваша внутренняя потребность, необходимость, нужда доказать самому себе, что я правильно поступил. также здесь есть какие-то моменты воспоминания, когда вам нужно было ограждаться от других людей, либо вот от каких-то таких непонятных лунных ситуаций, да, туманных каких-то ситуаций. возможно, были такие моменты, когда вы были как-то на грани, да, чтобы не ввязаться в какую-то авантюру, и вы вспоминаете, что, знаете, вот, как говорится, если бы не случайный случай, да, если бы не, там, божественная какая-то рука, да, то, возможно, я бы где-нибудь даже еще и находился в местах не столь отдаленных, да, лишения свободы, то есть, и такие моменты могут быть, то есть, вот, как будто бы что-то такое божественное снизошло на вас, и вы в последний момент как-то, не знаю, кто-то вас оберег, да, либо кто-то как-то сохранил, отдалил от того, чтобы вот вы попали в какие-то неприятности, но вообще здесь очень много вот этой вот туманности, лунности, и вы именно по этой причине, да, как-то вот защищаетесь от людей, которых, ну, не совсем понимаете, может быть, людей молчаливых, может быть, людей как-то непостоянных, может быть, людей наоборот с нездоровой какой-то психикой, опять же таки, это на ваш взгляд все, да, это все субъективные какие-то оценки, здесь есть какие-то страхи именно в этом направлении закрываться, закрываться от людей, что еще хранит ваша память, по каким-то причинам, опять же, почему я говорю, по каким причинам, я не могу сказать, это в плюс или в минус, ваша память хранит какую-то женскую фигуру, очень важную, очень значимую, для кого-то это может быть наоборот, какой-то негативный момент, там, от вашей бабушки, от вашей мамы, или от тети, старшей сестры, не очень хорошее, позитивное отношение по отношению к вам, вот, а для кого-то наоборот, это было очень позитивное, такое, знаете, доброе, теплое воспоминание, отсылка, возможно, к детству, возможно, это был самый единственный какой-то такой островок любви, заботы, доброты и безопасности, то есть, кто-то здесь вспоминает именно женскую фигуру, кто-то вспоминает свои желания какие-то, которые, возможно, не реализовались, возможно, не реализовались. Что еще хранит ваша память, когда я говорю здесь желание, уточню немножечко по этому аркану, когда я говорю желание, которое не реализовалось, в большей степени это имеет отношение к проявлению вашего потенциала, то есть, это не в контексте там, хотела купить там что-то и не купила, нет, нет, это здесь социальное какое-то проявление себя, не знаю, может быть, какая-то профессия, которую хотели, но не выбрали, может быть, была какая-то мечта и хотели ее реализовать и не вышло, то есть, здесь вот в таком контексте. Кто-то хранит в своей памяти очень приятную, теплую, может быть, дружбу, да, опять же таки, женщина и старше вас, более мудрый, статусный, такой, авторитетный, а кто-то, может, вспоминает какие-то душевные беседы, задушевные беседы, когда кто-то вам открылся, доверился, либо вы, наоборот, открылись, доверились. Какая-то поездка здесь тоже всплывает. Что еще хранит ваша память? Силу духа, да, когда вы проявили какую-то силу духа, тогда, когда от вас никто не ожидал, то есть, когда ждали, что вы сломаетесь, когда ждали, что вы как-то прогнетесь, но вы нашли в себе силы. Мне почему-то здесь идет что-то, что связано либо с какой-то аварией, то есть, каким-то таким, знаете, несчастным случаем, да, когда ощущение того, что вот вас списали, но вы нашли в себе силы, да, вот выжить и не просто выжить, но еще и подняться с колен. То есть, вот какой-то, какая-то такая конкретная ситуация здесь описана. Что еще хранит ваша память? Восьмерка кубков. В те моменты, когда вы опять-таки вынуждены, да, здесь очень много таких моментов вынужденных, когда человек реально с очень малого либо юного возраста живет самостоятельно, либо вынужден как-то сам себя обеспечивать, либо взять на себя роль взрослого человека. Здесь идет, знаете, такое одиночество, но не в контексте обстранения, отстранения от людей как-то обособленность, а в контексте зрелости, да, то есть в маленьком таком детском тельце, да, очень такая зрелая личность. У меня здесь показывает то, что человек очень рано либо начал работать, либо рано взял на себя ответственный за что-то, либо за кого-то, потому что здесь вот проходит такое, что, знаете, человек, вроде бы вокруг него есть люди, возможно, у вас есть семья, близкие, родственники, друзья, но не то, что вы отшельник, вы как будто бы человек, который опирается исключительно на себя, здесь энергия человека одиночки, не по причине того, что ему нравится уединение, а по причине того, что он все сам на себе тащит, вот я сам, вот эта вот ответственность, и это действительно привычка именно с детства, здесь вот восьмерка кубков говорит о том, что, что хранит ваша память, хранит то, когда вы вынуждены были постоянно вот куда-то двигаться, такое ощущение, что если другим детям разрешали болеть, то вас вот все время как-то заставляли идти в школу, да, то есть есть температура, нет температуры, надо идти, вот это вот надо, вот это вот слово надо, здесь прям имеет большой вес, с одной стороны это тяжесть, а с другой стороны именно благодаря этому слову и какой-то вот самодисциплине вы достигли того, чего вы достигли, поэтому здесь восьмерка кубков говорит о том, что мы оставляем то, что для нас эмоционально, ценно, то, что нас как-то согревало, но при этом мы понимаем, что нужно двигаться дальше, опять-таки это внутреннее какое-то понимание, но чтобы к нему прийти, здесь необходима была психическая какая-то зрелость, которая у вас есть вот с раннего возраста. Что еще хранит ваша память, какие-то моменты, вот опять же таки, да, аркан называется, это альтернатива аркана смерти называется перерождение, вот это как раз то, что я здесь сказала, с арканом силы пересекается, то есть почему-то вы вспоминаете какие-то моменты перерождения, возрождения, возможно, очень ярко вам запомнился подростковый вот этот вот период, когда у мальчишек вдруг неожиданно начинается ломка голоса, да, и они дают в рост, и вот этот момент либо у девочек, да, то есть была девочка, девочка, вдруг оп, и неожиданно девушка, то есть какие-то такие моменты, когда либо идет какое-то преображение ваше, то есть может быть, там, я не знаю, какой-нибудь развод, да, какое-то расставание, и потом вы начинаете включать в себя включаться в себя, начинаете за собой смотреть, ухаживать, и вот вы преображаетесь, то есть здесь идет какое-то преображение после какого-то момента, опять же таки, если читать соседние карты, то здесь преображение идет после того, как вы ушли от чего-то, либо от кого-то, оставили позади что-то, что еще хранит ваша память. Еще один альтернативный аркан силы, но здесь уже не идет сила духа, да, и украшение своих страхов, а здесь я бы сказала, мне идет больше работа над собой, да, то есть с духовной точки зрения, потому что здесь изображен Геракл, А Геракл сам по себе это архетип человека, который работает сам над собой, да, то есть все его подвиги каждый в отдельности приводит, это знаете, как второе по великим арканам, да, путь героя, к чему он должен прийти, вот этот вот путь героя он указывает как раз-таки на разные этапы нашей психики, которые преображаются благодаря разным трудностям, благодаря тому, что мы встречаем своих внутренних бесов, либо какие-то теневые аспекты, исправляем их, понимаем себя лучше и растем над собой, да, для того, чтобы прийти к модели человека, похожего на Творца, то есть вот здесь какие-то такие моменты, опять-таки это метафорически все, но как будто бы в вашей жизни было очень много каких-то трудных сложных моментов, когда казалось бы, да, почему-то мне даже это идет к более раннему возрасту, к юности, что казалось бы, даже взрослые люди не могут решить задачу, а вы находили решение, да, не знаю, то ли в силу своей юности, отсутствием страха, да, то есть вот человек, который еще умеет рисковать, человек, который может как-то дерзнуть, посягаться на что-то, человек, у которого, невзирая на какие-то ограничения, он умеет преодолевать себя, вот здесь вот ключевое, да, вот по этим великим арканом выпало много великих арканов и указывает на то, что вот вообще ваш путь и то, что вы вспоминаете, это путь каких-то преодолений, преодолений самого себя, преодолений своего характера, иногда я читаю о том, что люди пишут, какая у меня трудная там судьба либо сложная судьба, вот, и мало кто делает, смещает фокус внимания, да, вот с этих трудностей на то, кем вы стали благодаря этому, какими вы стали, то есть, если бы не было этих трудностей, если бы не было того, что вы прожили, вы бы не стали тем человеком, которым вы являетесь на данном этапе, потому что очень многие говорят о том, что да, присутствует усталость, особенно в наше время, да, усталость всех этих перемен, усталость всех трансформаций, так никто не говорил, что наша жизнь, она имеет смысл отдыха, да, то есть мы не приходим сюда на землю с целью отдохнуть, либо, я не знаю, наслаждаться и радоваться жизнью, это не райские места, это площадка, которая создана для того, чтобы закалиться, да, для того, чтобы наша душа развивалась, а развитие, оно всегда идет через какое-то преодоление, то есть, когда мы сидим на попе ровно, никакого развития не происходит, развитие происходит тогда, когда ты что-то пробуешь в первый раз, тебе это трудно, тебе это недостижимо, ты начинаешь как-то переживать, эмоционируешь, что у меня не получится, но при этом с верой в себя продолжаешь что-то делать и в конечном итоге ты получаешь тот результат, который тебе необходим, но задача развития, и здесь у троек это очень ярко видно, я неоднократно говорю, здесь не имеет значения результат, здесь имеет значение сам путь, то есть, как вы преображаетесь на протяжении вот всего вашего пути, когда вы ставите себе какую-то цель, неважно, дойдете вы к этой цели или нет, важно то, что вы идете по этому пути и как вы меняетесь, то есть, если бы вы не двигались, конечно же, бы вы не пришли в точку Б, но главное, вы бы не изменились, и вот здесь вот суть заключается именно в этих переменах, что еще хранит ваша душа, я говорила, это трудность, очень много обязательств, очень много груза, очень много должна, но здесь вот опять-таки это не то, что вы берете на себя, знаете, как-то достаточно эгоистично, то, что вы не можете выполнить, а здесь скорее всего вот эти вот обязательства, да, вы берете на себя, потому что вот проигрываете какую-то роль защитника, не знаю, может быть защитника для своих младших братьев, сестер, то есть, знаете, как будто бы вот с любовью к ближнему, да, то есть я, я это выполню, я выполню твою работу просто потому, что я тебя люблю, и я хочу, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе не было так тяжело, как тяжело мне, поэтому давай я сделаю эту работу за тебя, с одной стороны, да, это не совсем правильный, не совсем верный подход, почему, потому что такого рода любовь, она лишает человека опыта, который он должен был получить, то есть мы как будто бы берем карму другого человека на себя, и от этого мы чувствуем тяжесть, да, если бы мы просто разделяли, было бы равенство и баланс, мы бы не ощущали этот груз, но с другой стороны, здесь проскальзываются какие-то такие вот, не знаю, правильные какие-то моменты именно защиты, именно желание помочь, вот, поэтому какая-то вот ответственность, ответственность, контроль, какие-то вот такие моменты, что еще хранит ваша память? Ваша память хранит какую-то конкуренцию, борьбу, вот я говорю, то, что он освободал здесь по семерке жезла, да, то, что нужно как-то отстаивать себя, какие-то притирки, если это даже, там, не знаю, в каком-то коллективе, либо это в семье, на каком-то начальном этапе, когда вы знакомитесь с человеком и съезжаетесь, да, вот это вот терки-терки бесконечные, когда надо адаптироваться, вот ваш путь, если можно было обозначить как-то одним словом, вот ваш путь, это путь выживания, если, например, я бы сказала про двоек, я бы сказала, что их путь, это путь любви, путь любви, путь открытости, наивности, доверчивости, вот у вас нету этой наивности и доверчивости, вы очень реалистичны, вы очень прагматичны, но при этом, вот это вот бесконечный какой-то путь выживания, путь с кем-то все время договариваться, путь кого-то примирить, кого-то с кем-то свести, кому-то что-то объяснить, если бы мы говорили, например, о бизнесе, то по пятерке жезлов у нас проходит мозговой такой штурм, знаете, когда собираются разные люди и начинают высказывать свою точку зрения, она может отличаться и иногда даже кардинально отличаться от точки зрения другого человека, оппонента, но при этом вот рождается что-то новое из такого разнообразия разных идей и взглядов, да, то есть здесь цель, она такая благая, да, родить что-то, вот, что будет во благо какой-то общей цели, но при этом присутствует некая такая многогранность, но плюс ко всему конкуренция, плюс ко всему борьба, но здесь внутренняя борьба скорее, да, внутри вас борьба, борьба каких-то противоречивых моментов, да, могу сказать, что, например, одно говорит сердце, другое говорит, там, не знаю, ваш ум, третье говорит ваше тело, и вот это вот бесконечное какой-то раздрай, разгармоничное какое-то состояние, оно не приводит вас к состоянию спокойствия внутри и удовлетворения, то есть вот вами движет как раз таки вот это неудовлетворение, неудовлетворение и желание получить что-то лучшее для себя, а когда мы ищем что-то лучшее, это показатель того, что то, что мы имеем, нас не удовлетворяет, не удовлетворяет по причине пятерки жезла, потому что есть какая-то внутренняя борьба, да, составляющая двигаться в разном направлении, то есть я никак не могу сам себя сгармонизировать, у меня есть абсолютно разные желания и разные амбиции, и я не могу найти некую внутреннюю договоренность между ними, вот с этим у нас связана внутренняя борьба, вот такой у меня был и сегодня для вас расклад и третья позиция, пишите комментарии, пишите лайки, не забывайте рекомендовать видео людям, если оно вам понравилось, а я с вами прощаюсь, напоминаю, что под этим роликом есть ссылка на раздел сообщества, по пятницам я выкладываю анонсы на Блиц-консультации, вот, и по возможности разные акции, можете заглянуть и сегодня, в принципе я планирую, когда я записываю этот расклад, я планирую, что в этот день я проведу акции на свои какие-то услуги, что конкретно это будет, не знаю, еще не придумала, но по идее в этот день должна проходить акция, у меня так запланировано, вот, а я пожелаю вам всем отличной недели, всем пока-пока!